всем привет вы на канале справочник студента в этом видео я расскажу вам о том как правильно писать конспект на лекции эта тема будет интересна и школьникам и первокурсников и студентам старших курсов которые пока еще не осилили умение вести правильно конспект если ты первокурсник то для тебя будут интересны видео ссылки на которые я оставлю в описании введение конспекта на первый взгляд простая задача но мало кто с ней справляется но как это не справляются если у всех студентов есть хотя бы одна тетрадь с конспектами лекций спросите вы дело в том что дословная запись лекции это еще неправильно оформленный конспект в этом видео я назову самые распространенные ошибки студентов написание конспектов лекций и дам дельные советы так что досмотрите это видео до конца в конце видео будет совет бонус и буду благодарна если вы подпишетесь на наш канал а мы начинаем самая распространенная ошибка конечно же это попытка дословно записать слова лектора лектор этот преподаватель который читает лекции уверяю вас что это действительно важная ошибка студента ведь бессмысленная запись слов лектора приведет вас к двум вариантам исхода первый вы не вникните в тему и ничего не разберете в своем конспекте и второй самый распространенный вы собьетесь и ваша информация в тетради будет скомкана большинство информации вы не запишите и ваше пребывание на лекции будет увы безрезультатным что же делать совет 1 пишите в конспекте самое важное и структурируйте информацию по теме во первых в начале лекции когда еще не начата диктовка запишите тему вашей лекции и обязательно выделите ее цветной ручкой маркером либо просто подчеркните этого может вам найти нужную тему лекции в конспекте а что значит записывать только самое важное как узнать что это важно и спросите вы а я вам отвечу обязательно записывайте термины если вы слышите что лектор сказанному слову говорит это смело записывайте эту информацию если позволяет время то выделите этот термин также обязательно в записях лекции должны присутствовать перечисления если лектор перечисляет функции виды качества объекта темы лекции сразу же их записывайте если вы пишете лекцию по истории или любую лекцию где фигурируют даты и цифры старайтесь записывать их и сразу же давать интерпретацию этим числам банальный пример 1991 год год когда украина получила независимость совет 2 используйте сокращение которые типичные для вашей специальности или понятны только для тебя первый вид сокращения это профессиональная лексика а именно ее сокращение например гкр гражданский кодекс россии либо дду детское дошкольное учреждение второй вариант эта система сокращений которая выработана лично вами единственное правило таких сокращений это ваше понимание их при любых условиях и тут же нужно напомнить еще об одной ошибке студентов при введении конспектов это огромное количество несвязанных сокращений значение которых студенты забывают уже через минуту после написания результат огромного количества непонятных сокращений в конспекте это конечно же испорченный конспект и непонимание темы лекции так что сокращайте слова в конспекте правильно и умеренно совет 3 вникайте в информацию вникайте в информацию о которой вещает лектор понимая что для студентов у которых лекции чаще всего бывают утром это сверх сложная задача но без понимания содержания темы лекции хороший конспект не написать так что будьте внимательны и наконец-то обещанный мной совет бонус распространенной ошибкой студентов является то что они ведут конспект по всем предметам в одной тетради но это же удобно скажете вы удобно но не предусмотрительно когда вам нужна будет информация по определенному предмет или лекции в общем конспекте вы будете долго ее искать а если вы захотите списать информацию с конспекта тихо и быстро с такой тетради у вас это не получится сделать так что советую заводить отдельную тетрадь для лекций по одному предмету или одну тетрадь для лекций по предметам одного преподавателя например языковедения и литература ведения у вас ведет один преподаватель поэтому заводите одну общую тетрадь для его лекций это удобно тем что иногда расписание предметов может меняться или преподаватель может заменить лекцию по одному своему предмету другим надеюсь мои советы были для вас полезными ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и всем пока